ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно Шунхен не видел таких зажигательных танцев. На площади Альфа-Раби проходит танцевальный турнир на Кубок Акимовой области. Под такую музыку и самой хочется пуститься в пляс. На самом деле в Шумкенте уже несколько лет не проводились чемпионаты такого масштаба. Фестиваль уличных танцев One Dance собрал на танцполе 11 талантливых команд из Алматы, Астаны, Тараза, Шумкента, а также из соседних республик Узбекистана и Кыргызстана. Начинающие танцоры и команды, которые не первый год выступают на сцене, показали особую культуру уличных танцев. Шумкент давно не делал подобных мероприятий. И вообще я хочу отметить, что вообще в истории казахстанской и российской даже, я смело скажу, и кыргызстанской, и узбекистанской хип-хоп-культуры впервые проводятся не подобный конкурс, а впервые такие призовые. Цель этого турнира – выявить новые молодые команды, помочь им тем, средствами на развитие. Допустим, снять тот же самый видеоролик себе, съездить на чемпионат уже на мире, представить себя. В частности, в Италии скоро будет конкурс «Хаппер Вик». Многие участники фестиваля подготовили не только танцевальные номера, но и соответствующую атрибутику. Например, одна из команд переоделась в кимоно, и выступление ребят превратилось в смешение каратэ и танца. Получилось впечатляюще. Если в первом туре фестиваля команды представляли заранее подготовленный танец, то на втором этапе началась настоящая битва импровизаций – танцевальный батл, где ребята должны были показать все свое мастерство. Именно здесь сборная команды ребят Юнити из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана сошлись в танцевальных баталиях с командой из Шымкента. Молодые танцоры постарались и выбились в следующий этап. Мы увидели в интернете то, что будет Шымкенте соревнования. Конечно, главной причиной тому послужил денежный приз. Это самое главное. И мы как раз все были вместе в Алма-Ате, наши друзья из Узбекистана, из Кыргызстана. Мы вместе занимались, тренировались и решили, типа, ребята, почему нет, давайте соберемся, съездим в Шымкенте. Мы еще ни разу здесь никогда не выступали, и давайте взорвем здешнюю публику. Уже отлично показали. Мы собираемся выиграть. Это точно. Мы за победой приехали. А если не выиграете? У нас поезд в 4 утра. 4 утра поезд обратно в Алмату. У нас нет такого варианта, что мы проигрываем. То, что мы сейчас собрались с тремя нациями, как сказать, это показывает наше отношение ко всему, что проходит сейчас в мире, имея в виду терроризма, то, что нужно быть. Мир без расизма. И танцоры у нас всегда, мы всегда между собой общаемся. Неважно, какой ты, да, какой ты цвета кожи и так далее. Мы за мир? Мы, мы не то, что за мир. Мы за мир во всем мире. А и за победу. Судьей на фестивале стал знаменитый не только в Казахстане, но и за его пределами танцор, победитель и призер многих международных чемпионатов Бауржан Сейфулин. Шинкент, а что так тихо? Верь! Уличные танцы включают в себя самые различные направления. Многим кажется, что все они похожи, но на самом деле это большое заблуждение. И мы поможем вам их отличить. Дэнс-холл – это расслабленные движения, чувственный, но очень четкий ритм танца. Раньше его исполняли только под регги. Крамп – это агрессивный и мощный стиль уличных танцев, который позволяет выпустить пар, не сдерживая себя, высказать недружелюбному миру все то, что думаешь о нем. Это танцевальный ураган, рождающий из негативных эмоций чистый позитив. Брейк-данс – это уличный танец, из-за которого появился хип-хоп. Сегодня выделяют два основных вида этого танца. Нижний экстрим танцор исполняет в основном акробатические и силовые трюки на полу. Верхний брейк-данс – это перемещение тела в пространстве, которое на первый взгляд противоречит всем законам физики и гравитации. Паппинг – это стиль танца, основанный на сокращении мышц, создающий эффект резкого вздрагивания в теле танцора. Это делается непрерывно в ритме музыки в сочетании с различными движениями и позами. Название стиля локинг пришло из английского «lock» – «замок». Так стали называть сочетание быстрых движений и замирание в импровизационных позициях на короткое время, а затем продолжение движений с той же скоростью. За звание лучшей команды в фестивале ребята боролись не на шутку, и победа досталась самым достойным. Первое место и 300 тысяч тенге получили ребята из команды «Mega Dance Studio JK». Второе место с физовыми в 200 тысяч увезли в Алматы ребята из команды «Esky Team». Третье место и 150 тысяч у шемкенского «Эксклюзив». Гран-при фестиваля и 400 тысяч тенге забрала команда «Юникс». «Эксклюзив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Эксклюзив». Корректор А.Кулакова «Эксклюзив».